Всем привет, с вами Мишустин, и в этом видео я расскажу, кто такой прототип, почему он хочет убивать, когда мы с ним встретимся и многое другое. Поэтому саживайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. Кто такой прототип? Прототип или же объект 1006. Его считают самым умным, сильным и опасным существом в копе Плейтайм Хор. Откуда же взялся этот монстр? Первое упоминание о нем, это кассета, которую мы встречаем в конце первой главы. Дни нам рассказывают о том, что это последняя запись в отношении объекта 1006, или же прототипа. Также в записи говорится об ошибке, которая не должна повториться снова. И чтобы этого не случилось, нужно локализировать и держать в безопасном месте все будущие проекты. Говорят, что нужно двигаться вперед и все такое. Но самое интересное, это то, что на фоне голоса в кассете мы слышим, как будто кто-то ломится в дверь, а потом полдет по вентиляции. В этой записи можно понять, что прототип сбежал, хотя неизвестно как. Второе упоминание о прототипе мы видим в конце второй главы. Мы встречаем уже самого прототипа, или его руку. Ее рука утаскивает мамочку после того, как мы ее раздробили. Мне очень интересно, зачем ему нужна мамочка и что он с ней сделает. Но об этом мы еще поговорим. После утаскивания мамочки, пройдя немного вперед, мы попадаем в комнату под названием Бей-09. В этой комнате мы встречаем кассету, в которой говорится о том, насколько прототип был умен. И как он из подручных вещей, а именно батареи, цифровых часов и других подручных деталей, смог сделать лазерную указку. И он отключил камеру видеонаблюдения. После чего у него было 28,3 секунды без наблюдения. Но когда камера включилась, комната была пуста. Одна специалистка по наблюдению пошла проверить, что с ним случилось. Но когда она открыла дверь, оказалось, что прототип прячется в слепой зоне камеры. И прототип попытался сбежать через открытую дверь. Другой сотрудник заметил это по камере и дистанционно закрыл дверь. Несмотря на то, что другой сотрудник был внутри. В итоге одна жертва. Дальше в кассете нам говорят о том, что нужно быть аккуратней и не давать контилект и рвение к насилию остальным объектам. Переводят пример Хаги, у которого есть интеллект и хорошее послушание. На этом кассета заканчивается. Больше поминаний о прототипе не было. Хотя, подождите. Что значит противогаза, который был в трейлере третьей главы? Мне кажется, что это и есть сам прототип. И вот давно хотят увидеть игроки. А ждать третьей главы еще долго. Как минимум полгода. Мне кажется, чтобы игроки не их скучали в ожидании третьей главы, разрабы сразу показали нам лицо прототипа. Хоть это и не точно. Вот теперь точно больше нет упоминаний о прототипе. Кто же мог сделать прототипа? А главное, зачем? На данный момент у нас нет много информации о том, кто создал прототипа и зачем. Но есть предположения. Возможно, в прототипе находится душа Эллиота Людвига. Потому что Эллиот тоже был гением, как можно понять по слухам в интернете. Говорят, что он научился переносить души в игрушки. И может, с этим связаны кровавые игрушки на заводе. Это могут быть сотрудники компании. Либо же те, кто намеренно согласился, чтобы его душу переселили в игрушку. Как мы знаем, Патати был одним или даже самым первым экспериментом по Пеплейтайм Корп. А по самой первой кассете во второй главе, мы можем понять, что у Людвига погиб кто-то в семье. В 1960-х годах печальный случай в семье опустил Людвига на самое дно. Но Людвиг не мог бросить незаконченное. Возможно, что Людвиг сошел с ума после трагичного случая. Но из-за того, что он так любил свою компанию, он начал делать каких-нибудь монстров и переселять души. Может быть, поэтому Людвига создал прототипа. Но с какой целью и зачем, непонятно. Надеюсь, что в скором времени мы узнаем, кто точно и зачем создал прототипа. Мне в целом очень интересно узнать, что будет с прототипом, если он смастерил лазерную каску из подручных вещей. А с учетом того, что теперь у него есть тянущееся тело мамочки, я надеюсь, что мы увидим его и в целом узнаем его историю. Возможно, прототип не мог поймать мамочку и со скоростью и ловкостью ее тела. Но мы помогли прототипу поймать мамочку. Ребята, я могу проспорить косарь. Мне нужна ваша помощь. Дело в том, что недавно я поспорил с папой на косарь, что наберут тысячу подписчиков до 16 сентября. Только вы можете мне помочь. Пожалуйста, подпишитесь на канал и помогите мне выиграть спор. Я не хочу проигрывать. А если вдруг вам не понравился канал, то вы в любой момент сможете отписаться. Только не отписывайтесь до 16 сентября, пожалуйста. Поэтому строчно нажмите кнопочку подписаться и выручьте меня. А я продолжаю. Еще пару слов о мамочке. Я заметил интересный факт. Мамочка на самом деле знала о присутствии прототипа. Это мы можем понять из-за ее речи перед смертью. Нина говорит, что мы сделали ее частью его. По словам его, наверное, она имеет в виду прототипа. Поэтому она знала, что прототип обитает на заводе. Наверное, она просто скрывалась из него или что-то еще. Есть еще один интересный вопрос. Почему прототип не напал на нас при встрече с собой рукой? Возможно, в тот момент он был еще слишком слаб, чтобы сразиться с нами. Мамочку ему оставалось лишь просто унести. Ведь мы ее раздробили. Или же на тот момент он мог быть всего лишь рукой и не мог нам ничего сделать. Возможно, противогаз, который для третьей главы является прототипом. Я упомянул это вот в этом видео. В любом случае, надеюсь, что вскоре мы увидим самого прототипа. Многие могли заметить, что когда вы умираете, в конце на экране появляются разные надписи. Там были такие надписи, как «Прототип нас спасет». Разве это не хорошо? И что же значат эти надписи? Я там даже какие-то арабские символы видел. Возможно, эти надписи людей, которые верили в прототипа. И как-то знали его существование. Короче, еще куча вопросов. На данный момент мы знаем, что прототип бродит по заводу и собирает себе тело. Как я говорил, возможно, в трейлере мы все-таки увидели его лицо. Но это не точно. Поэтому, возможно, сейчас прототип наконец-таки собрал себе тело. Это мы узнаем уже в трейлерах или в третьей главе. В целом, скоро все узнаем. Вскоре мы узнаем, кто создал прототипа, зачем, когда и многое другое. Прототип 100% уже собрал, либо соберет себе тело. Мне кажется, что прототип точно вернется в третьей главе. И мы увидим его, возможно, даже раньше, в трейлерах. Я бы хотел увидеть его поскорее. Подведем итоги. Прототип самый умный и опасный объект в Побе Плейтайм Корп. Скоро мы увидим самого прототипа в третьей главе. Возможно, в трейлерах. Узнаем все вопросы, которые у нас остались. Узнаем судьбу мамочки, Хаги и многое другое. А что вы думаете о сущности прототипа? Или же объекта 1.006? Кем он санит и что с ним случится? Напишите в комментарии, я почитаю. Ну, на этом я буду заканчивать. Оцените это видео лайком. И обязательно подпишитесь на канал. Вы поможете мне не проиграть в споре. Всем спасибо за просмотр. С вами был Мишусин. Всем удачи. Всем пока-пока.